Гоблин Шреддер. Ризрак. Глубоко в забытых лесах есть чем поживиться. Никто не знает это лучше, чем Ризрак. Объединив тяжелые орудия со способностью без труда зачистить целое поле от древесины, Ризрак создал смертоносную машину. Обладающей съемной пилой, круговыми клинками и захватывающей деревья цепью, Ризрак одинаково опасен для врагов и для молодого деревца. Хоть он и не самое благородное создание, он жалует деньги Сентенал. Лишь бы от древесины держался подальше. Хорошо. Просто на развороте. Опа, еще раз на развороте. Ну а сейчас еще под душ. Хорошо. Дай, 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 дай. На вставочку. Что-то бред. Эээ, стой, курва. О, режем. Смотри, какая жирная. А, там 700. Чикин, Макнаггетсы, режем. Погоня за курочками. Вкусные ножки, KFC. Уф, у меня сейчас тут могут лицо сломать. Или нет? А, хрен, ничего сломают. Господи, я тебя умоляю. Я же на Ризраке. О, о, не-не-не-не-не-не. А мне цепляться некуда. Я умер. Можно суицид. О, я тут резнулся, найс. Круто. Хорошо, срезали пацана. Так, реактивов нету, да? Очень плохо. Очень плохо, что нету реактивов, но есть пила. Пила тоже хороший вариант. Пила 2, пила 3. А, найс кайт. Я думал, я закайчу. Лон. Радик выключу. Оп, хорошо. Жесть, вот это люди, конечно, лютые пошли. О, это что, дота. Всем здорово, дорогие друзья. Сегодня у нас гайд на Ризрака. А это значит, что сегодня мы узнаем, как работают его способности. Как работает World in Death, как работает Timber Chain, как работает Reactive Armor и, конечно же, как работает Chakram. Гайд очень интересный, друзья, поэтому досмотрите до конца и не перелистывайте теорию, потому что тут есть что рассказать. Поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже имеет много нюансов, поэтому слушать тут нужно внимательно. Эта способность у нас делится на два типа урона. Я вам расскажу, как она делится. И, конечно же, тут у нас еще есть срезание дополнительно 15% основного атрибута плюс плюсики, который мог прокачать оппонент. Об этом тоже чуть подробнее поговорим. Давайте прокачаем данную способность. Hotkey у нас D. И что она у нас будет делать? Смотрим. Нажимаем Hotkey и вокруг персонажа в радиусе 300 единиц. Вот так вот, видели, такие лезвия вышли. И они, во-первых, наносят урон. И, во-вторых, они срезают все деревья, которые находятся поблизости. Ну, в радиусе 300 единиц, конечно же. И, смотрите, в чем приколюха. По уровням прокачки у нас тут увеличивается урон. 100, 150, 200, 250 урона можно нанести с этой способности. Calldown 6 секунд. Это монокос 70, 80, 90 и 100 единиц. Это очень круто. И, смотрите, теперь давайте разбирать самые интересные фишки. Первое, на что нам следует обратить внимание, это, конечно же, 15% основного атрибута урезается у оппонента на 7 секунд. Причем, КД 6, а длительность урезания вот этого основного атрибута 7 секунд. Это прикольно. Давайте посмотрим, как это работает. Каждый раз, когда мы будем юзать вот эту пилу, мы будем срезать немного основного атрибута. То есть, смотрите, сейчас сила 37, сейчас пройдет 7 секунд и сила возвращается обратно. Это очень круто. Также будет с ловкостью и с интеллектом. При этом, если еще и плюсики у оппонента были в качене, то плюсики тоже срежет. Вот такая вот у нас тема. Очень годная. Очень хорошо эта тема контрит силачей, потому что сила забирается, хитпоинты уходят. Очень годно. Ну и что ж, по типу демеджа. Какой же демедж у нас у этой способности? У этой способности демедж магический и чистый. Как это понять? В случае, если вы на Ризраке возьмете и просто нажмете пилу вот здесь вот, не срубив ни одного дерева, вы нанесете просто магический урон. Но, если хоть одно дерево будет срублено дополнительно рядом с оппонентами, которых вы хотите продамажить, то на них применится уже чистый урон. Да, это так и работает. Когда деревце одно цепляем, то наносится уже чистый урон. Очень годная тема. Как у нас работает все это на БКБшных юнитов, друзья? Давайте заюзаем на Риксаре сейчас БКБ и посмотрим, что произойдет. Смотрите на его силу. Урона ему не нанеслось, но сила уехала. При этом еще давайте юзанем манту. Манта эта тема также не скидывается. То есть основной атрибут уходит стопроцентно на 7 секунд в минус 15%. Это очень круто. Ну что ж, друзья. В общем, по этой способности вроде все рассказал. 300 АОЕ. Просто такая способность. Нажимаете, пилит деревья. Отлично все. И наносит жестко дэмэдж. Дэмэдж наносит чистым уроном, если цепляете одно дерево. Плюс еще минус 15% основного атрибута. Плюс плюсики. Вот такая вот у нас первая способность, друзья. Надеюсь, понятно. Очень мощная, кстати, способность. Поехали на вторую. Итак, друзья. Следующая способность в нашем персонаже это Тимбер Чейн. Очень прикольная способность, которая делает нашего персонажа мобильным. При этом еще и наносит урон тем персонажам, которые стоят на пути нашей, так сказать, мобильности нашего перемещения. Ходки на степ прокачали данную способность. Давайте заюзаем эту способность и посмотрим, что будет происходить. Давайте на вот это дерево. Юзаем. И притянулись к этому дереву. Дерево у нас разрушилось. И оппоненты у нас получили урон. Урон будет наноситься всем, кто находится в радиусе 225 единиц от этого пролета нашего персонажа. И это очень прикольно. С уровнями прокачки тут у нас увеличивается дальность применения, скорость передвижения во время этого чайна. И, конечно же, урон. Урон. Урон у нас чистый. Давайте разбирать. Смотрите. На первом уровне у нас 800 расстояния применения этой способности. И 100 урона будет наноситься в радиусе 225 единиц на пути нашего персонажа. Далее. 1000 расстояние 140 урона. На третьем 1200 расстояние 180 урона. На четвертом 1400 расстояние 220 урона. КД 4 секунды. И, конечно же, монокосты. 60, 70, 80 и 90 маны. Очень маленькие монокосты. Ну и скорость передвижения по уровням прокачки. 1600, 2200, 2400 и 2800 единиц скорости передвижения. То есть, на ласт левеле 2800 скорость у нас будет во время вот этого перемещения. Вот так. 2800. Это очень-очень быстро. Если сейчас у нас скорость была 2000, так как у нас второго левела, то на ласт левеле 2800 намного быстрее. И это реально очень круто. Ну и что ж. Так как это чистый урон, конечно же, плевать на всякие там худые пайпы, да. Но все равно будет немножко снижаться. Но смысл в том, что резисты, которые у нас есть, депутные у персонажей, они, конечно же, херятся. Плевать на них. Абсолютно. Вообще пофиг. Это не мат, я сейчас сказал. Нет, не подумать. Похерился. Ну, не знаю. Это не мат. Не, 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 не. Так, смотрите, друзья, еще. Что нам нужно знать, когда у нас есть вторая способность? Да и в целом, что нам нужно знать на резраке, друзья, это тайминги деревьев. Деревья рисуются каждые 5 минут. Все. Я надеюсь, вы поняли. Ну и, в общем-то, по этой способности все, друзья. Наносит чистый урон. Есть дальность применения. Есть скорость. Есть кд-шки свои. И, конечно же, приемлемые монокосты. Все. По-моему, нужно идти уже на третью способность. Тут все понятно. Юзается способность для мобильности, для убивашки. И, конечно же... А, кстати, тут еще очень много механик есть с этой способностью. Что у нас вторая способность может отменять всякие там кресты. Там, знаете, такое, типа, когда мы находимся во время вот этого движения, то нам плевать на крест кунки. Да, это очень прикольная тема. Ну и, если есть такая доля маленькая, если вы на лоу хп летите, вот так зацепились, и вас убивают, вы быстренько байбекаетесь, или у вас было достаточное количество бладстоунов, чтобы резнуться, то вы вот сюда прилетите обратно. Да, есть такая механика, баг. Не знаю, называйте, как хотите, но это прикольно. Имейте в виду, не удивляйтесь. Я об этом сказал. Все, поехали на реактивы. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже, это реактив армор. Очень прикольная способность, которая позволяет танковать нашему герою, и, конечно же, делать его более неубиваемым, и, конечно же, повысить его регенерацию. Очень годная способность. Хотки у нас Е, прокачали данную способность. И, как вы видите, по уровням прокачки тут написано, стак до 5 раз, стак до 10, до 15 и до 20 раз на ласт левеле. Это очень прикольно. Один стак у нас такой, друзья, то есть на первом левеле, если их 5, один стак у нас дает 1 армор и 1 хепариген. На первом левеле нам будет доступно 5 армора и 5 хепаригена. Ну, а на ласт левеле, естественно, 20 армора и 20 хепаригена. Как, так сказать, активировать нашу пассивочку, друзья? Смотрите, когда нас атакуют, неважно, кто нас атакует, герои, крипы, там, рошаны, эншенты, мы начинаем заряжать вот этот реактив армор. Один заряд у нас такой, реактив армора, будет идти 16 секунд. То есть, после того, как вас ударили, вам на 16 секунд дается вот такой вот один заряд. Обратите внимание, сейчас эти заряды начинают падать, потому что 16 секунд от первого удара у нас уже прошли. И, конечно же, бонус у нас падает. Это очень прикольная способность, друзья, тем, что вы можете зайти в лес на слабый кэмп и не бить их, а заставить заряжать вам вот этот реактив и аккуратно отрегениться. Ведь под 20 армора и 20 хепаригена вам будет абсолютно пофиг. Ну и что мне не нравится в этой способности, друзья, это то, что она так немного багается, когда, смотрите, вас поударяли и через 16 секунд, после того, как первый заряд у вас был активирован, они начинают падать и начинают закрывать вот эту вот прокачку. Вот сейчас обратите внимание, то есть я открываю вот эту прокачку и, смотрите, сейчас защита начнет падать, я вот пытаюсь прокачать и постоянно у нас падает вот это табло. Это мне совсем не нравится, так что имейте в виду. Ну и что ж, так как это пассивка, естественно, Silver Age у нас отключит возможность накапливания этих зарядов. Но прошлые заряды, которые были, они не отключатся, они будут висеть 16 секунд до того момента, как не истечет время. Вот такая вот у нас тема. Кстати, у него вот этот вот реактив армор, он немного апнут. Раньше был, по-моему, на 4-м левеле всего 15 раз, но не до 20. Так что, друзья, если кто-то в курсе, обязательно поправьте. Ну и, в принципе, все по данной способности. Просто делает нашего героя плотнее. И, конечно же, сыграем одну каточку просто в фулл макс третьего спела и посмотрим, что у нас будет. И, конечно же, сыграем по другим метам. Ну и вот так вот, друзья. Поехали у нас, значит, тогда на ультимейт. Там очень интересно. Итак, друзья, самая крайняя способность на нашем персонаже это Чакрам. Очень сильная и годная способность. Хот кей у нас С. Дальность применения этой способности 1200 единиц. И радиус этой пилы 200. То есть в радиусе 200 единиц будет цеплять у нас оппонентов и, конечно же, пилить их. Давайте закинем эту способность и посмотрим, что происходит. Закинем вот сюда в лес. Хот кей у нас С. Закинули. И, смотрите, срубило деревья все. Вот тут дают небольшой вижен. И, конечно же, у нас идет расход маны. Смотрите, какой посекундно. И по хот кей С возвращаем эту пилу. Оп! Она возвращается обратно. При этом вы можете двигаться куда угодно. И пила будет возвращаться обратно четко к вам. И при этом, возвращаясь, будет еще пилить дополнительно деревья. Это первый момент, на который нам нужно обратить внимание. Второй момент. Когда вы выкидываете пилу, вы не можете атаковать вообще никак, друзья. То есть у вас теряется возможность атаковать. Типа, как будто вот эту пилу вы выкинули и не можете ей резать. Но, когда пила у нас на месте, мы можем наяривать с руки. Это вот очень такой вот нюансик серьезный. На самом деле, не забывайте о нем. Далее, смотрите, что у нас вообще делает эта способность. Как вы видели, у нас оппоненты были продамажены. Как работает у нас вот этот дамаг. Во-первых, у нас есть инициал дэмэдж. Во-вторых, ДПС. И в-третьих, когда мы возвращаем пилу, также нанесется инициал дэмэдж. И в-четвертых, у нас есть замедление оппонента во время того, когда они находятся вот под этой вот пилой, друзья. Давайте посмотрим, как у нас все это будет происходить. Смотрите. По уровням прокачки все тут просто. Наносит инициала 100 дэмэджа и 50 ДПС. Идет во время того, когда пила просто на месте. На втором левеле 140 инициала и 75 ДПС. И на третьем 180 инициала и 100 ДПС. Это очень круто. При этом, эта способность у нас также наносит чистый урон. То есть, чистым уроном будет постоянно и ДПСить, и инициалить. Смотрите. КД у нас 8 секунд у этой пилы. Монокост 100, 150, 200. И монокост во время того, когда наносится ДПС. 20, 25 и 30 единиц маны. В секунду будет уходить, когда у нас пила будет на месте крутиться. Давайте сейчас разберем некоторые моментики. Смотрите, как в принципе пользоваться этой пилой. Вы закидываете в оппонента. Она пилит. У вас идет сейчас КД этой способности. Пилит, 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 пилит. И раз, возвращаем походке. Мы ее максимально продамажили. И у нас она почти есть уже, эта пила. И можем снова воспользоваться. Это очень круто. Как правильно пользоваться этой пилой? Я сейчас вам покажу. Смотрите. Вы закидываете в оппонента. И он у нас пытается выбежать. Как только он уже доходит до момента того, что он уже вот-вот сейчас выйдет. То верните эту пилу, если вы нацелены именно максимально продамажить оппонента. Когда вы вернете эту пилу, вы еще нанесете дополнительно. Вот этот дэмэдж, который у нас идет инициаловый. То есть, когда у нас залетает пила, она наносит инициал. И когда вылетает, она также наносит инициал. И если персонаж сам выйдет с пилы и инициал, естественно, он не получит. Так как просто он вышел с этой пилы. И все. Второй момент, который у нас тут есть. Очень важный и очень серьезный момент, друзья. При потере 5% здоровья накладываться на оппонента 5% замедления. То есть, смотрите на джаггернаута. Сейчас вот будет он вот так вот бегать. На нем расположен дебаф. Смотрите, чем меньше у него хитпойтов, тем сильнее он замедлен под этой пилой. Это очень-очень важный момент, друзья. Понимать, что когда оппонент у нас на фулл хп, на него почти не будет наложено это замедление. Посмотрите, он бегает очень приемлемо. И спокойно вышел с этой у нас способности. Но если у оппонента лоу хп, то, естественно, он почти не сможет выйти с пилы. И, конечно же, мы спокойно потом просто вернем и подойдем, доделаем свои дела, друзья. Очень вот такая вот тема важная. Ну что ж, друзья. Надеюсь, ничего тут не упустил. Потому что способность очень лютая, очень годная. Чистый урон, он очень сильный. И не забывайте, что способность всегда, когда возвращается, будет у вас, конечно же, вот так вот. Вот, то есть вы закинули туда, она возвращается и, конечно же, еще нанесет урон. Когда летит, нанесет урон и когда вернется, тоже нанесет урон. Это очень-очень прикольно. Ну и что ж, у нас тут еще есть аганим. Друзья, что у нас делает аганим? Приобрели мы, друзья, аганим. Самое плохое, что у нас тут есть в покупке аганима, это то, что мы не можем его выкинуть. Ничего мы с ним сделать не можем. Поэтому просим алхимика, чтобы он нам его запулил. Конечно же, чтобы не занимать слот. И что у нас добавляется? Как вы видите, у нас тут добавилась дополнительная пила. Она полностью идентична той пиле, которая у нас является основной. Если мы прокачиваем во второй левел, то она становится второго. Если в третьего, то в третьей. Но в случае, если у нас появляется вот эта вот пила раньше, чем мы апнем в шестой левел, то она будет все равно первого уровня. Хотки у нас F дополнительной вот этой пилы. И как она у нас работает? Также абсолютно 1200 расстояние с закидона и радиус 200 единиц. При этом вы можете вот так вот закинуть. Инициал демедж у нас стакается вместе с вот этой пилой, которая у нас имеется. Но ДПС у нас не складываются, друзья. И замедления также не складываются. К сожалению, это очень-очень плохо. Единственное, что мне тут нравится, это то, что можно увеличить вот это вот поле замедления. То есть вот так вот оппонент будет между двух пил. И он, конечно же, будет так теряться немножко, куда бежать, допустим. И это очень прикольно. Но жестко и люто будут нас тут подводить очень сильно монокосты, которые будут у нас на ласт левеле на 200 единиц маны для того, чтобы закинуть одну способность. То есть одну вот эту пилу. Не говоря уже о других способностях. Ну, на других способностях монокосты, в принципе, очень маленькие. Ну, и вот так вот у нас, в принципе, друзья, получается. Аганим, конечно же, буду собирать сегодня на геймплей. И посмотрите очень интересную игру, друзья. В общем, на этом, друзья, теория подходит у нас к концу. И, конечно же, хочу пожелать вам приятного просмотра. Спасибо, что смотрите. Ждите свои гайды. Скоро у нас тоже новый гайд будет. После Ризрака, конечно же, через определенное время. Ведь у меня гайды занимают очень много времени для создания. Конечно же, и какой-то из этих персонажей у нас будет в гайде, друзья. Но не буду говорить, какой. Поэтому, друзья, думайте и мыслите. В общем, друзья, все. Поехали на геймплей. Сейчас будет тоже очень интересно. Спасибо всем. Погнали. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас игра. Берем мы своего героя, конечно же. Ой, там сразу взяли очень сильный контрпик. Это, конечно же, Некролайт. Некролайт очень неприятный герой против нашего героя. Но ничего страшного, переборим. В общем, что у нас есть. У нас сегодня Ризрак. Берем по закупу вот такую тему. Идем на топ. Как будем качаться, чуть позже расскажу. Что у нас боится вообще этот герой? Герой вообще боится очень много демэджа всякого различного. Там с руки. В начальной стадии именно. Примечательно, в начальной стадии. В лейт стадии, конечно, чуть меньше он этого боится. Но, тем не менее, реактивы постоянно нужно поддерживать, заряжать. И тогда в драку ныряешь. Когда тебя начнут бить, тогда только ты получаешь стаки и заряды хитпоинтов. Регена. Без них, конечно же, он просто крип. Потому что армора просто нет, друзья. Так как это жесткая тройка, нужно будет аккуратно как-то все душить. Аккуратно делать. Сегодня посмотрим по билду, что будем собирать. Но Бладстон в любом случае первым артефактом. Это просто мастхэв для данного героя. Так как этот герой постоянно дерется, конечно же, Бладстон очень хорошо заходит. Поэтому, друзья, сейчас будем что-то душить. Что-то будем душить. Посмотрим, что у нас будет выходить тут. Взяли Хускара. Хускара не боюсь вообще. Чистый урон. У меня абсолютно все способности. Он резист и не держит этот парень. Посмотрим, что он будет с нами тут делать. Если игра будет очень хорошая, затянутая, конечно же, соберем Аганим по фану. Будем рубить, пилить. Очень много тоже урона. Очень много урона, конечно, вносит. Ждем. Ждем, пока ребята допикают. Курьера нету. Курьера докутают потом, если что. Желательно этому герою вообще соло линию отдавать. Потому что нужда в экспириенсе у него очень большая. Когда у него способности прокачаны, это очень хорошо. Очень хорошо. Очень много урона будет из него исходить. Можно будет спокойно тысячу хитпоинтов срезать. Просто налегке. Так, взяли еще Леорика. Ну, Леорик не проблема, в принципе. Бара фидит стоит просто. Молодец. Нормально. Я сыграл. Хорошо сыграно. Так, у нас тинь идет на топ. У него топорик. Это очень плохо, что я не смогу тут фармить. Не знаю, будем пытаться как-то что-то двигаться. Рики нанизу. Попробуем грипов подплощить чуть-чуть. Площить чуть-чуть грипов. Давай, 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 давай. Омника в зале. Вот это жестко. Ноль урона будет от Омника. Вернее, под Омником. Берем реактив. В любом случае, сейчас кто-то придет, будет тычковаться, и реактив будет помогать. Но с тинником я тут просто, но физически не пофармлю. Там 100 урона с руки, у меня просто нет такого ластхита. Этот ГГ просто оставит. Он меня тут вообще без фарма. Куск такой. Прошелся и убежал. Да, плохо. Я тут буду совсем без фарма, даже не знаю. Что мы тут будем делать? Как стоять? Опа, ошибочка. Тиня ошибается, мы добиваем. О, как хорошо, что он тинника. Ударил. Почему не меня, конечно, тут это непонятно. Да ладно, сути дела не имеет. Когда он с тиней отошел, надо максимально попытаться быстро захарасить крипа, чтобы добить его. Потому что оно под ним абсолютно... Блин, не смогу никак под ластхитить, даже с опытом игровым. Никак не получится за ластхитить, потому что там очень много демеджа. Но тут надо вторым добивать пытаться. Нормально. Пуск, конечно, будет задрачить. Жестко. Да, бежит просто в наглую. У него сапог, по-моему, да. Чувствуется, что сапог быстро бегает. Скорее всего, клоаку надо будет взять на ранней стадии. Но не думаю, что если так все будет идти. Так все будет идти пока что. Пока что приемлемо. Стоять на линии. Если бы тинник варк не забирал, было бы вообще круто. В принципе, тинник тоже. Понимаю. Сейчас бы сдох на пелагах на линии. А, повезло, повезло. Еще живой. Можем убить, кстати. Можем убить. Раз. Два. Хорошо. Живет. Плачем чуть-чуть. Как могу. Живешь. Хорошо. Там нету маны, фиги. Маны там нету. Тебя не заберет никак. Хорошо. Маны нет. 140 маны берет у него хелфая. Танцев там нету. Забирать тинника. Нормально. Сейчас под тавром будем экспиться. Эээ. Ну не души. Ману идет забивать просто. Увидел, видимо, я. На героя навел. Пижин. Не видел его. Пойдет. Реактивы чуть-чуть поднимем. Не забывайте постоянно заряжать реактивы, чтобы быть под регенами. Но не сильно так пытайтесь подтанчивать крипов. Аккуратненько. Раз. Там две-три тысячи от крипов получили. И все. Максимально дэмэджа не впитывайте. Потому что вы не будете регениться. Вы будете просто умирать на линии. Вот раз. Там оп. Крипчик дал. Там уже плюс регенчик. Эти хп за регенем. Все. Четыре хп регена имеем. Четыре армора. Четыре хп регена. Пять хп регена. Итак, по чуть-почуть-почуть раскачиваемся. Опа. Четыре хп у нас тут завтыкал, да? Сейчас мы его убьем. Нормально. Ну, нормально. Комиссионный, кстати, фражочек забираем у Тинника. Потому что он на фарме стоит. Давайте еще вот так вот сделаем. Ой, как Криси самые настоящие. Ну, а это мне сейчас аркану дает. Аркану. Аркану берем. Все, держи. Заслуженно. Ну, выформили. Аркану даже быстрее, чем он. Подняли. Ну, потому что фраг сейчас забрали. Мне главное экспа. Мне не главное даже артефакты. Экспириенс будет. Будет очень хорошо. Все, реактивы есть. Зарядились. В принципе, линию выигрываем опять. Не знаю, насколько будет затянута эта катка. Ну, надеюсь, будет интересно. Начало хорошее. В принципе, в каждой катке начало хорошее. А потом начинаются качели. Расканчиваю я чайный всегда. Потому что увеличивать скорость передвижения во время полета, это очень грудно. Ну, и, конечно же, дэмэдж. Дэмэдж тоже. Немаловажный тем. Немаловажная тема. Момент такой. Дэмэдж есть, можно поесть. Знаете, такое. Оп. Хорошо. Закатились, убили. Кнопочки нажали. Чистый дэмэдж выручает прям с первого спейла. Прям люто. Просто уничтожение. Ну, топ мы просто вынесли с Тинником. Он на низу-то весело. Смотрите, хуску на сна не сошел. Но будет восьмой левел, я стянусь. Спокойно смогу стоять. А там только единственное. Омник с Омником проблемы будет. С Омником проблемы. Наверное, сначала сделаем, конечно же, Солдбустер. Каждый билд начиная с Солдбустера. Потому что очень хороший артефакт. Дает очень большое количество МП. Монопойнт есть, можно поесть, как говорится. Опа. Начинается у нас веселуха. Сушили. Бедный Леорик. Ну, страдает, страдает. Но это временно у него так, на самом деле. Низ у нас там выигрывает. Ну, это, в принципе, банально и понятно. Типа, если низ у нас проигрывает, то топ должен выигрывать в любом случае. Это баланс доты. Пока на одной линии ребята подсасывают, на другой должны выигрывать. То есть, это именно тот баланс, который должен быть в каждой игре. То есть, у нас тут один герой, мы его убиваем. Внизу у нас там три героя. Естественно, там никто никого не убивает. То есть, если бы мы тут еще и не убивали героя, которые на топе стоят, это вообще гиги было бы. Так, Омник стягивается у нас на топ. Давайте возьмем, знаете что? Возьмем одну ману и поинт бустер с магазика возьмем. Сейчас он придет, ждем. Ждем. О, барах, да? Ну, гоу. Сейчас пойдем тогда. Я залечу просто со всеми кнопками, там парень рассыпется. Скорее. Хорошо. Хорошо. Отлично. Геник про кастом просто уничтожил. Все, отлично. Закидываем ману на лицо. Хорошо. Бара, как обычно, бара полпобеды. На манде. Прибежал. Ганганул. Восстанавливаем ману. Очень большой у нас сейчас монопул. Можно этим пользоваться. Виталити бустер, сол ринг, респи и все. У нас уже есть бластон. Не знаю, только единственное, меня напрягает, что трое на топе стоят. У нас сейчас тут как бы незачем. Незачем нам тут так стоять, я думаю. Хорошо. Оп, раз. Можно поддушить. Гоу, 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 бро, чаш, нажми. Один. Наш клиент, ты шо? Это же наш клиент. Это же наш клиент. Так, есть у нас сол бустер, да? Сейчас, наверное, базу пойдем. Восьмой левел, как раз сменим линию. Хотя, может, и не будем менять. Но сол бустер надо взять, в любом случае. На базе его только разбирать. Это 85-я карта на Ру-5. Крайнюю карту я не создаю пока что. Потому что, к сожалению, у нее какие-то там есть погрешности сейчас. Но максимум, что могу дать, это ультимейт. Чуть-чуть попилю и типа вернусь. Но у меня нету маны больше. Братья, сманы нет. Бежать тоже, блин, бежать. 17 секунд. А, и он пришел. Гоу, есть сол бустер. Хорошо. Можно на базу сбегать. Гоу, на базу, потому что не маны, ничего нету. Слишком долго будем восстанавливаться. Поэтому лучше, я считаю, будет пойти домой. Взять сейчас все разобрать. И прийти с фуловыми уже на топе и разговаривать с ребятами. Потому что тут вроде как активно очень. Поавним. Тинни даггер уже. Звокер там Мидасы ковыряет, да? У него там рейсик Мидасы-то. Хорошо. Нанизу Руф. Руф у нас там дерется. Бейся с ним, не поворачивайся к нему спиной. Руф убил бы его, если бы не поворачивайся спиной. Два блинка у него там потравил. Просто разворачивайся и дерись. Хватило бы урона, чтобы убивать под тавром. Разбираем. Разбираем. Где там? Пойнт бустер, виталити, энерджи. Все, есть. Разобрали. Хорошо, тпшка. И рейсик соула возьмем. Вдруг, если мы сейчас там поднофармим, то чтобы там сразу купить солринг еще до кучи. Будет очень хорошо. Отлично. Зарезали крипа. Бензопилой. Так, реактивчики. Реактивки подняли. Хорошо. Тавр запущен, да? Отлично. Тавр запущен. Так, продолжается у нас тут файтинг. Но Тинни, скорее всего, будет забирать. Там у него столько дэмэджа. Ну, господи, не забрать так. Я не знаю. Так, отлично. Есть. Почти соул имеем. Отлично. Забрали дополнительно. Этих пацанов похарасим. Асол ринг. Филинг спри. Кто там? Некролайт. Фазы там, смотрите. Там поинт, бустер еще. Ваганим пойдет. Это, кстати, серьезная заявочка. Кто еще? Вот этих подфармим. Большого можно только бить. Остальные развалятся со второго. Второй, в принципе, приемлем по монокосту. Аккуратненько подфармим чистым дэмэджем. Отлично. Все есть. Соларинг. Соларинг имеем. Все отлично. Отлично. Натопить не в инвизи стейт, да? Можно, я думаю, сейчас там подойти. Какие-нибудь дела замутить. В принципе, он вижен дает. Сейчас, соул заюзаем правильно. Юзаем соул. Хорошо. Идем, идем, идем. Тут где-нибудь Лерик должен фармить. А, нету. Ладно, тогда юзаем вот эту штуку сюда. Запиливаем крипов. Чтобы маны зря не было потрачено. Жестко. Sorry. Почихал немножко. Так, на низу драка, да? А поехали? А что, поучаствуем? Почему нет? Поехали. Там омники. Гоу, быстро доберемся. Три героя внизу начинаются. У нас драка Братрум залетает. Будут залетать туда периферкейшн. Отлично. Подхилл. Пошел. Срезаем правильно салринг. Срезаем куска. Срезаем вот этих пацанов. Срезаем. Ну, почти срезали. Что там у нас не хватает, да? Уф. Лоу-эчпи у нас остается омник. Но надо, надо, надо догонять. По-мужски чисто. Хорошо. Чисто по-мужски. Хилл на лицо закидан. Там Никролайт пришел. Берем Блокстоун. Некор пришел. Это страшность. С Некролайтом дела плохи. Вон еще я гоним сразу фастом. Так. Ну, летит у нас Блодстоун, да? Блодстоун летит. Это хорошо. Попробуем. Если сейчас тут у нас очень хорошо пойдет, я скорее всего сделаю Радиенс. Потому что я сталкивался с такой проблемой, когда... Вот так вот делаем, обузим ману. Оп. И поднимаем. Сталкивался с такой проблемой, что если команда начинает потупливать и нет никакого урона от тебя. Именно. Ну, не от тебя. А от команды именно. То есть ты тут душишь в любом случае, но команда может не доигрывать. То керри билд, конечно же, такой семи-керри. Когда у тебя есть Радиенс какой-нибудь и догон, он будет очень сильно выручать. Потому что вы сможете соло фраги делать очень легко. Независимо от того, что вы можете еще и нажимать кнопки у себя. То есть как бы так будет уже немного попроще вам. Надо, к слову, еще Некро немножко поднагнуть. Ребят, у Некролайта очень много будет. Сейчас левел одиннадцатый возьмем. Крипа в лесу доковыриваем. Идем на базу, берем ТП. Берем левел одиннадцать. Будет все гуд. Хорошо. Отлично. Возвращаемся на базу, берем ТП-шки две. Хорошо, и погнали. Пока идем, можно позацепляться на деревьях, чтобы ускорить процесс прохождения. Уйти. Отлично. Хуск у нас там на топе. А Хуск это, кстати, фрифрежочек. Гоу, 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 гоу. Смотря на то, что у меня не фулл мана. Можно вообще, типа, ну... Оп. Просто. Уничтожение. Просто уничтожение. Просто уничтожение. Опа, Льорик. Здравствуйте. Я из компании Ари Плейм. Можно я тут полетаю немножко? Оп, хрес есть. Это очень плохо, на самом деле. О, у нас там четыре героя в спине. Ну, надо валить. Надо валить отсюда. Мне нельзя блатстоуны терять сейчас. Сейчас самая пиковая тема, что... Так, у Льорика не будет ресса. Еще очень большое количество времени. Примерно до 16-ой минуты. У него до 17-ой минуты не будет ресса. Этим нужно воспользоваться. Один раз убили, нужно убить еще раз. Нужно убить еще раз. Будет все очень хорошо. Так, некор на топе. 400 маны имеем. Там еще и Омнику. С Омником, конечно, будет проблематично. Убивать не крылай там. Так, 2к имеем. Это очень хорошо. Бедного Хускара просто овнят. Хускар 1.8. Ну, постоял называется. Нанизу. Ой, на низу, на топе. Коу, закинем вот эту штуку туда. Запиливание, так говорится. Подраспилим немножко пацанов. Оп. Соберем фарм. Плохо. Я убил. На рипера еще, да? Получается, я дебил. Я думал, они отойдут. Они так стоят. Найс, собрали фарм. Просто сфидил пацану. У него сейчас очень много артефактов будет. Но у него аганим уже есть, 100%. Аганим уже есть. Я фидану по-тупому. Так не делайте. Не видите, не прыгайте. Сейчас на топе придем. 20 секунд. 20 секунд. Надо забирать. Ну, ребята, ждите, ждите, ждите. Ждите 20 сек. Ой, начинается вот это. 12 секунд. Ну, в принципе, успеваю. Да, успеваю. 8 секунд. У некра есть аганим. Да, появляется аганим. 6 секунд. Я, в принципе, успеваю сделать тп еще и поднастигнуть немного. Да, да, да. Давай, давай, давай. Бладстоуны нельзя терять. Терять Бладстоуны нельзя. Давай, давай, давай. Там Омник подхилит, братец. А Омники, братец, подхилит. Давай, давай, давай. Поехали. Поехали. Можно еще кнопочек немножко. Вот таких, например. Чистым уроном. Поехали. Отлично. Вернули Бладстоуны. Но это плохо тем, что, конечно, вернули их. Они накопили. О, забайтится? Забайтился, конечно. Шки. Отлично. Отлично. 2 500 имеем. Вернули золотишко, ребят. Жалко, что, конечно, умерли так по-тупому. Это плохо. Так фидить нельзя. Сейчас бы было Бладстоунов 13. Просто в начале самая важная тема, когда вы покупаете Бладстоун, вообще не умирать. Потому что чем больше зарядов, тем больше манореген, тем быстрее рез. В случае, если вы умрете в лейт стаде. То есть, вначале вы копите, копите, а потом раз в лейт гейм выходите и пользуетесь дополнительными ресами, чтобы у вас все было гуд. Вот и все. Фарм, в принципе, у меня такой себе. Я думаю, догерочек взять сейчас. Сам себе фарм обосрал. Можно было выходить в радиенс. Через радик тоже прикольно будет. Дэмэджа много будет. Дэмэджа много будет. Пока подфармливаем аккуратно. Потому что ситуация такая, что сейчас идет рез героев. Порисаются сейчас позиционочку, ребята, поддержат. Пойдем додушивать. Все, хорошо. 150 маны имеем. Пока крипов дойдут, подзарьенимся. У меня, смотрите, уже 3к есть. Я просто крипов погонял. 3200. И нико на миду пытаются поймать. Ладно. Гоураден сделаем. По фану. Почему нет? Первой катки через радик. Почему нет? Первой катки через радик. Пусть ребята попотеют немножко. Я пока подфармлив. Аккуратненько. Мегакилл там. Бедный Хускар. Просто бедняга. Я не знаю, как... А, еще убил кого-то. Опа, рувчик. Ну, опасно, опасно. Я не вижу никого здесь на карте. Скорее всего, выехали за мной. Меня на рипера посадят через таны. Меня там уничтожат просто. Пока что отходим. Можно взять даггера и активно играть. Можно. Хочется радиенс сделать, ребят. Я просто уже это играю где-то примерно пятую игру. И... Через даггер, конечно, актив хороший. Но через радиенс прикольно. Пошла катки через радик. Прикольно. Получилось. Ждем крипов стопа. Пока регенимся. Мана уже есть. В принципе, фуловая. Классно. Я все это время фармлю на реактивах. Повышаю себе регенки поинтов. И просто спокойно фармлю. Некр тут вижу. Вижу, вижу. Полену с этим. Я мог его убить сейчас на развороте просто. ТД. С чистым уроном. ТД. Полетели. Оп. Отходим. Слишком опасно там еще и... О, ну минус Бладстоун это называется. Лыкер с даггером. Клсакрит просто. Люто. Сакрит берем. Нагло. 60-го года плюс. Понимаем. Не кралуки. Под реактивами армор. Реген хорош. Надо отойти. Микрострейш сделали. Четыре в топе. Да? Хорошо. Четыре в топе. Хорошо. Входим. Если он мне так соло бычет, можно будет сейчас принять. Я возьму на себя дэмэдж. Но мне нужно будет под сейв. Хорошо. Вот этот под сейв я и ждал в принципе. Руф, как же Руф сейчас засолил, ребят. Стой. Опасно я сейчас делаю. Опасно делаю. Хорош. Хорош. Пойдем. Как Руф сейчас засолил. Он у меня в тайминг, можно сказать, в каст. Зажал кнопку. Я не успел засейвить инвокера, убив парня на Некролайте. Так, ну что, есть Традиенс, погнали. Лисочки теперь мои. Я люблю леса. Как говорится, Ризрак знает, что в глубоких лесах есть чем поживиться. Все, реактивы наполняем. Наполняем реактивы. Сейчас хп, маны, все в основном. Смотри, сейчас 500 хитпоинтов и 400 маны. Буквально через 30 секунд я почти фуловый буду. Уже 700 хитпоинтов. Все, пошло дело, пошло дело. Рики, лиса колотит. Хм, довольно-таки интересная тактика. Здравствуйте, можно реактивы зарядить у вас тут. Там на топе. Омник. Это ж изи. Правда, нужно будет сразу кнопки нажать. Но не факт, что я его заберу. Да я его не заберу. Чисто так, мозги поделать ему, да. Все, он кидается в перепел. Глаз руки докопить его. Это забавно. Не знаю, как вам, но мне это забавно. Глаз руки бить, говорит. Ласт хит. Рукой 60 урона. Добрый вечер. Некст тайгер, конечно же. Опа, кто-то шел. Кто-то шел. Надо сместиться в наш лес. А кто там АФК Бара? Наш лес. Сместимся, ребят. Немного подфармим. Пару кикать не будем. Пусть, если что, ребята кикают. Я не хочу кикать никого. Найс. Восполняем реактив. Как видите, я уже фуловый. Не ходил на базу. Плодстоун плюс. Аккуратно подстакиваем. Петь и спелл. Все получается отлично у нас. Тайгер next там, ребят, конечно же. Тайгер next там. Рук, смотрите, что там делать. Вообще надо драться. Погнали. Погнали. Руф ходит по лесам у нас спокойно так. У него все хорошо. У меня плохо все, лаги. Реально все это. Не знаю, когда я напишу нормальный гайд. Наверное, никогда. Потому что лагает в последнее время по страшному. Что вечером, в стримах, что сейчас. Конечно, это не интересно так. Так, ну даггерочек есть. Куда ближе за даггером. На топ, на низ или на центр. Через курьеры. Нагнали на топ. Пуск на топе как раз. Идем туда. И не хочу сейчас приветствовать. Идем. Перемещаемся как можно быстрее. О, да там сейчас вдвоем будут его убивать, да? Можно даже втроем. Ну можно, можно, бро, можно. Го. Можно. Можно. Это вот тоже можно. После чайной обязательно, ребят, перекликивайте героя, потому что он начинает не слушаться. Найс не достал. Господи. Нету рубку пиаук, говорится. Хорошо. А че еще кого-нибудь найдем? О, че нашли. Че нашли. У него, кстати, огоним. Это очень больно. Сейчас будет. Надо убегать. Но я не убегу тут уже никак. Это некролайт, че сказать. Некролайт это такой герой. Что сделать с ним? Это контрпик максимальный. Я просто подошел, дал одну кнопку в БМ, и дальше мне херстоппер все сделал. Ну и огоним. Найс. Круто. Неплохо. Сильный герой. Ладно, продолжаем фидить. Продолжаем фидить, ребят. Че делать? Че делать? Продолжаем фидить. Латстоуны потеряли, опять-таки, как лохи. Ребят, затушили. Сюда. А нет, сейчас пойдем. Отлично. У нас, кстати, четыре героя. У них там Керри Гейминг будет. Керри Гейминг. Знает, некрохуд сделать. Чувствую себя спокойно. Пайп даже бы. Тоже Пайп сделать бы. Или вообще БМ. Ну БМ тоже, блин. БМ я не привык делать на таких героях. Вот, тем более, у меня сейчас такой фулл фри. Что БМ я тут просто, ну не вижу. БМ тут можно прям намного лучше артефакты выфармливать. То есть, тут же серьезный артефарм. А не так, чтобы побаловаться. Блейдмейл сделает. Когда у тебя все овер плохо, то да, БМ? Конечно, да. То, что нужно. Так. Крик сейчас рестнется. Ждем. С некром, конечно, проблема. И Тараску против некро не сделает еще. Тараску сделаешь себе. Уже будет. Трэвел первый артефакт, наверное. Опять нам, ребята, душит, да? Гоу. Помогать. Хорошо. Гоу-гоу-го. Хорошо, срезали, пацана. Так, реактивов нету, да? Очень плохо. Очень плохо, что нету реактивов. Но есть пила. Пила тоже хороший вариант. Пила 2, пила 3. А, найс кайт. Я думал, я закайчу. Лоу. Радик выключим. Оп, хорошо. Хорошо. Я думал, я закайчу дайгер. Время поворота не позволило. Время поворота не позволил дайгерам закайтить. Пойдет трипл. Трипл стил. Коу заряжать. Арморчик. 720 хитпоинтов, чекайте. Сейчас зарядим. Реген. 4 700. Можно сейчас дополнительную пилу купить. Можно лимку от рипера. Что будет очень актуально. На самом-то деле. Плюс дополнительные хп и эрегены. Хочется актарин. На самом-то деле. Но линка здесь зайдет, как ничто другое. Потому что там акролайт с рипером. А ему нечем будет риперу. Рипер. Нечем будет сбить линку, чтобы рипер дать. Давайте сделаем линку. Почему нет? Но это неадекватно делать какой-то другой артефакт. против некролайта, у которого нечем сбить пока что. Так что делаем линку. Она уже есть у нас. Слово. Жаль, что нету у меня превела. Ребята там внизу дерутся. Там скорее убивают. О, там под сейф пришел. Сейчас там ребята задушат. А я фармлю. Не мешайте. Я в мид пойду. Пусть ребята дерутся. Хотя, я уже в принципе тут. Я очень мобильный. Го. Го, го, го. Я в итоге один туда остаюсь. Подходит. Я не вижу оппонентов. Будет очень прискорбно, если я, как обычно, соло сфижу. Потому что решил помочь. Получилось, что пришел сфидить. Так, есть линк. Зарядились. Все, летс го. Next travel сделаем. Travel. И, возможно, будет Октарины и Аганимуса. Аганим можно и раньше делать. Но, видите, у меня Бластонов не так много, чтобы делать Аганим. Потому что с Аганимом очень большое количество уходит у вас. Очень большое количество уходит у вас маны. Ля, какой проказ сейчас будет. Какой проказ у Денвокера был. Качественный. Хорошо. Просто на развороте. Опа, еще раз на развороте. Ну, а сейчас еще под душ. Хорошо. Так, а Руф где? А Руф, по-моему, вот сюда убежал. А, ну ладно. Вот так вот сделаем. Дай, 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 дай. На вставочку. О, Руф. Руф, да? Let's go. Дайте, 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 но дайте, лол. Не дали. Дай. Рамфагу. Почему нет? Криса. Чисто Криса на Инвокере получается. Ну, ну ладно. Он и так много раз дамажил, типа. Так много раз дамажил. Го центральность несем немножко им. Реактивы заряжаем. Капариенчик получаем. Допустим. Го с руки бить. Не го. Не го. Нормально. Нормально. Так, отлично. Переходим на топ. Ребята спушат. Как раз тут много крипов. Крипов очень много. Ребята на миду продолжают. Ну, сейчас огоним. Да, все-таки я не зря сделал линку. Я абсолютно не жалею. Очень хочется просто, когда деньги есть, что-то хочется другое, более такое грандиозное, что-то собрать. Ну, блин. Быть реалистом против Некролайта, это, конечно, самый годный артефакт. Это, конечно же, линка. Больше он ничем не собьет. Кроме чем своим ультимейтом. Когда просрет его. Так, берем вот эту тему, выкидываем. Что у нас остается? В принципе, у нас еще один слот. Но это огоним. Огоним. Вместо окторина у нас, получается, линка зашла. Ну, другого варианта у нас нет. Там Некролайта. Не будет Некролайта, можно будет собраться. Все равно несколько каток будет, в любом случае. В армии все нормально. Огоним уже имеем. Пуски идут с БМами. Реактив зарядил, мне вообще срать, в принципе. У меня линки нету. Некролайта бежит, даже не знает. Это очень, очень хорошо, когда... Некролайта. Оу, щит. Оу, щит. Я бегу, як могу. Ага, был даггер у меня. У меня был даггер, я мог уйти. Но я за курьером. За курьером отвлекся. Я мог уйти сейчас. Где? Я не успел. Ну, ладно, стаудшилд украдем. О, оппонент. Печально. Получается, я виноват сейчас в этой ситуации. В любом случае. Я мог уйти. Тычка тавора летела, я мог ее закайтить. Ну, прогулялся и Бладстоун, и опять сори. Награблены. Хорошо. Пойдет. Это не на стилт, а на Бладстоуна. Это не на стилт, а на Бладстоуна. А что это летит? Курочкой куда-то непонятно. Смотри, у меня две пилы есть. Что ты хочешь сказать? А, понял. Можно вот сюда кнопочки? Рук куда-то убежал, но наверно сюда пошел. Сейчас, если что, у меня еще дистанция хорошая на пил. Пила А2. У меня пила А2. Ну, где-то да, где-то вон ту. Где-то вон тут. В любом случае. В любом случае, где-то вон тут. Шел давно он уже, да? Но мне кажется, куда-нибудь вот сюда ушел. Низ. Типа тут рили, чтобы Руфу убить, походу рили надо тут, блин, прям вырезать все. Просто тупо лесопилку открываешь. Пошло просто. Ломаем все деревья, чтобы Кулф у нас не бегал. Как у себя дома. О, так он тут уже. Ручка. Вот оно че. Вот оно че. Опа. Закидываем еще. Надо реактивы поднять, ребят. Срочно. Го на топ. О, какие у нас мысли с кем-то там. С теником. О, реактив поднимать. Найс, подняли. Ну, на этих зарядим. Зарядим. Если бы всегда так пассивка работала, прикиньте, насколько это круто было бы. Так, гоу, мид. Зарядили. Пассивку. Вроде нормалин. Заряжаем. Хорошо. Так, че у нас там, ребята, да? Ушли на топ. Пуск. Гоу. Отлично. Дальше. По соло юзает, да? Все, кинул. Репел, нет смысла. Только подблочивать немножко. Хорошо. По киду мульту одну. Раз. Возвращаем. Вторую. Хорошо. Можно очень много дэмэджа так вносить. Так, ну нормально. Вроде поддушиваем. Гоу Трэвел 2. Не напрягодятся. Драки. В любом случае. Нормально заогнили. Ну, команда молодцы. Хорошо делает. Это радует, что наконец-таки попалась очень хорошая команда, которая помогает. Нормально, весело. Классно, что можно на базу просто тупо вообще не ходить, потому что герой-то позволяет. Он просто позволяет ну, не ходить на базу за счет пассивки. И, конечно же, вот стол. Жесть, если бы я не накосячил, конечно, внизу было бы круто. Так, Трэвел, да, есть. Трэвел есть у нас. Это хорошо. Отлично. Подрабатываю дровосеком. Свободное время, как говорится. Фоник, хорошо. Бедный Руф придет. Мои лиса. Как это иронично. Ля, ты че? А ты че? Я не понял. Это что такое? Это как понимать? Администрация Айкапа, это что такое? Это что такое? Это как называется? Простите, это что? Это что такое? Как это называется? Это что? Это что? Почему не рубится? Почему он не рубится? Но я и не цепляюсь на него. О, черт. Я прощаюсь. Плохо. И надо, пожалуйста, нету Линки. Нету Линкина, выдержитесь. Нету Линкина, выдержитесь. Просто ультом буду держать. Жесть. Все происходит, знаете ли, по ситуации такая в мире, что происходит? Бро. Давай мы вот так вот сделаем. Хорошо. Но это люто, я не знаю, какая-то катка получается у нас. Будем заряжать реактивы. Накилялим нормально. Получается. Регенимся. Регенимся. Вроде неплохо получилось в целом. Неплохо. Ребята там додушивают, да? Рон ломает, тени просто. А что если я с руки добью Омника? Не добью. Ладно. Ребят, ну такая вот у нас первая катка получилась. У нас эта катка получилась немного поломанная из-за Некролайта. Должен был быть тут Октарин, но я думаю, мы еще соберемся. Тут билд такой получился через Радиенс, через раннюю такую, ну, не агрессивность, а можно сказать, через фарм. И Некст катку мы пойдем, скорее всего, через другой билд без Радиенс и, конечно же, с Октарином стопроцентно. Ну, вроде, должно быть понятно, как играть на этом герое. Заряжаем третий, там не уходим на базу, но Бладстоун мастхэв. Поехали Некстовую. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас очередная игра. Сейчас пойдем. на Резерке на топ. В этот раз, конечно же, будем играть через Дагон. Да, действительно, есть такой билд. Через Дагон очень даже интересно, прикольно, но дефолтные артефакты, которые у нас тут будут, это, конечно же, Даггер и Бладстоун. Ну, это самые дефолтные артефакты для наших героев. Это, ну, просто, гадалки не ходи. И попробуем задушить. Если линия будет очень прикольная, можно будет сыграть через третий. Фулл третий, тоже такой билд, очень специфичный. Посмотрим, как у нас будет стоять вся тема на топе. Посмотрим, что союзники напикают и будем тушить. Огр будет очень неприятно солить нам станами. Но ничего, справимся. Инвакера тоже законтрим, думаю, всему свое время. Кусу Ко... Кусу Ко... Кусу Ко Ю Лулер. Лоу. Найс никнейм. Посмотрим, что у нас сейчас будет. Пока два героя у нас взяты. Динника взяли. Динника. И надо еще какой-нибудь Сларка, наверное, взять. Но Тинник это тоже проблема. Не хочется против Тинника делать всякие там худы, пайпы, но скорее всего придется взять хотя бы Клоаку для выживания. Надеюсь, у нас ребята нормально что-то пикнут. Будет Нар-ма-лин. Так, взяли Дэмон Вича. Ну, Дэмон Вич на самом деле тоже будет напрягать. Хиксы всякие вот эти будут, станы. Очень много станов, там очень много дизейблов. Будет напряжно. Посмотрим, что у нас будет за лайн. Посмотрим, как мы вот стоим и будем душить. Пойдем через, получается у нас тут Даггер, Бладстоун, Тревел, Этериал Дегон, Акторин. Вот такой билд будет. Чисто по Рофлу. Будем по Рофлу. По Рофлу будет билдик такой. Но этот билд более чем рабочий. Он очень будет много приносить нам золота просто с того, что мы будем и файтиться постоянно и будем что-то добивать. То есть будет более лучшая вариативность использования нашего героя. Так, ну походу Мартретка со мной пойдет. Но это не очень, если Мартретка со мной пойдет. Это очень, не очень будет. Очень мало армора, это плохо, конечно. Героя нету армора совсем. МГ. Забрали руну, пацаны, на изи. А, Обливиан забрал. Так это же хорошо. Можно сказать, руна-то и не проиграна. Нормально, молодец. Угна, молодец. Забрал руну, хорошо. Так, продолжаем дышить. Мартретка с топориком. Но вот не хотел бы я, чтобы Мартретка шла ко мне, на самом деле. Ризерку соло нужен, ребят. Ризерку, если соло даешь, это просто кайф. Внизу на рубы. О, реактивы берем. Сразу подзарядим, гоу. Надо какие-то регены иметь. Плохо, что, конечно, Мартретка на линии. Это жесть. Ля, он все станы в меня дают. Тупо все станы в меня. Все весь Харас в меня по максимуму. Это личный хейтер какой-то. А не че? Чуть прокачаем левел. Будем напрягать. Реактивчик поднимаем. Не забывайте постоянно поднимать немного реактив, чтобы был какой-то пассивный заработок. Реген пассивный какой-то. Смотрите, он прям очень люто будет харасить. Люто харасит. 4 хп. Секунду, это уже хорошо. Отлично. Найс, я заберу его. Лол. Он его еще и кинул на меня. Хорошо. Чисто воспользовался моментом, зажал. Профессиональную доту сейчас сыграл прям какую-то. Нормально. Лол. Забавно. Так, берем сапог. Стики не будем брать тут через сапог. Сейчас сапогом будем быстрее бегать. Лучше бить. Чисто отвечаю. Личный хейтер. Личный хейтер. Личный хейтер на Леоне. Опять. Ну давай, опять манасос, там все дела. Сколько нам 170 ман? Оп. Твоих захотел зацепил. Оп. Еще разок. Опа, не попал. Ацгеги, бро. Хорошо. Ладно, исполняем. Чакрам. Чакрама. Второй. Чакрам, господи, чайн. Нормально, задашили. Каплиц аркан. А-а-а-а. Жесть там. На кухне. Ора, да как обычно. Сестра приехала просто с маленьким. Племянником. Маленький совсем. А дверь надо оставлять это выше, чтобы было прохладно, помните? Продолжение следует... 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 Я все продамажил, конечно, прыгнуть, почему бы и нет Почему бы и не прыгнуть, но маны нету, подержитесь там Хорошо, собрали Гоу, салт бустер забирать на базу Лютое дерьмо, вообще ничего не могу сделать Фарм очень медленно стоит, Леон очень сильно накаляет Я бы уже обнял, но видите, не получается Леон постоянно стоит, а я линию не могу бросить, 4 героя внизу И на мид тп ехнулся, вот видите, инвокер стоял Инвокера на миду не могу ничего сделать, потому что деревьев нету Не могу пользоваться своим персонажем Вместе О, вместе, вместе, если будем играть, то нормально все получится Рейсик уберем, и РБ остается, да? Леончик, и там, любого снайпера, еще 700 хп, типа, блин Это смешно Гоу Вот так вот там За всю боль Леона Ого За всю боль Просто за всю боль, пацану Леону, это мой инвокер Так, 300 золота надо 300 золота 150 Лесок И на базу, срочно Отлично Есть бладстоун Возвращаемся сейчас на базу Но дофармливаем на тпшку Хотя бы дополнительную Ребята пошли подфидеть немножко Ну, они там разобрали Нормально, молодцы Молодцы Бой-бой-бой-бой Вот так поспамим Ребята, будет спокойно Так, это раз И это два Хорошо Оу, Мартретку накасались Видела Все, есть у нас Да? Ладстоун Отлично Погнали сейчас с ребятками Давай, давай сюда Резрак, брат Ланку сразу накидаем Сейчас полетим Надеюсь, я успею Хотя бы на что-то Там, на какой-нибудь файт Но они далеко там зашли Вообще, жесть Люто зашли Просто в наглую Очень далеко 900 хп угр Очень жирный Очень Нереально жирный Киник Киник, гоу Я приму на себя Дошусь Нормально Хорошо Что, будем этого пацана принимать? Хорошо Прямо на деревья идет Кайфарик просто Прямо на деревья идет Красавчик Прямо на деревья идет Так, ну тут Подфармим сейчас Хорошо Next нам догон Строго догон Потому что С догоном будем Просто соло килять А вот так, ребята Как бы, ну Терпят уже Терпильная Начинается Пойду баунти Заберу Как говорится Райское наслаждение Фармим Ману восстановим 10-20 лонов Потом на топе Снайпер Был бы догон Сейчас уже Вообще Крипа Чпонько Все 700 хп Хотя Под мат Досу Реген Хорош Вы, наверное, удивляетесь Почему догон А не Лагер какой-нибудь Next Ну, догон Это Я вам скажу Это очень серьезная Рабочая тема Сколько играет И еще Это прям Пушка Это прям Пушка Заряд Я только что Свой просрал Фарма В лесу Только что Свой заряд Просрал Я фарма В лесу Визард Пока драк Нету Просто По лесочкам Нормально Тоже На реактивах Хорошо Стоится Пугна Не видел Да Вход Братец Но Кнопки Нужны От тебя Хорош 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 Как хорошо Что даст С собой Наш Он не будет знать Что тут еще Рубя Насасин Хорошо Хорошо Ребята Сыпятся Как Крипиусы Снайпер С Маднесом Погнали Кидагоню Усмеет Ясненько Получается Рак Да Пармим Сейчас пацанов Заодно Влево Вправо Полетаем Немножко Хорошо Так Гоу Наниста Визард Есть Там остается Чуть-чуть До Ресипи Ресипи Будет Очень Хорошо На Там Решил Тавер До Последнего Найс Этот Второй Это Просто Классический Второй Спелл Что У меня Какой-то Оверлей Вылетел Ой Зачем Так Бро Цегеги Тебе Щас Будет Брат Убегай Цегеги О Привет Не-не-не Меня не надо Реактивы Поднимаем Жесть Погнали Пацаны Засада Это засада Была Леона Надо Леона Вот Леона Сто процентно Просто За волосы За жирные Волосы Леона Так Вот это Некстово Героя Да-да-да Я чисто на характере Так Догон Принесли Сразу Задушили Выстрелом Характере Попыт Чисто произошел Произошел Попыт Прошел Попыт Догон Еще Чтобы Кдшка Быстрее Была Кдшка Дистанция То что нам Нужно Отлично Еще 300 Еще Ресепи И Тп Пока Стоим В лесам В лесах Вообще Самокайф Чем Вы Стоите Вы Не Паритесь У вас Реген Идиот Мана Идиот Все Хорошо Драки Нету В лесочек Забежали Постояли Но Не Злоупотребляйте Так что Ребята Там Дерутся А вы Стоите Фармите То есть Как бы Ну Чтобы Не Было Такой Чем Леон Ну Вот Это Не На Ну Пожалуй Да Ну Ты Достал Жесть Вот Это Люди Конечно Лютые Пошли Вот Это Что Дота Это Люто Сейчас Вы Видели Что Произошло О Мартретка До свидания Называется Мартретка До свидания Ситуация Произошла Такая Жесть Вот Это Тинни Прыгнул Конечно Это Называется Неудачный Тайминг Ребят Так что Не ловите Такие Тайминги Это Очень Плохо Это Жесть Скорее А активы Давайте На Апы Хорошо И Догончик Еще Один Третьего Левела Пойдет Эх Сейчас Мы на Топ ТП Не хватает ТП Вечно Тревел Тревел Даггер Догон Замакшенный Этериал Акторин Уш Будет Круто Блин Я стараюсь Играть На фейках Тикаю Всех Подписчиков И Все равно Они Заходят Как-то Это Жесть Как-то Заходят Находят Неужели Прям Уже Такая Обширная Аудитория Это Жестко Это Жестко О Хорошо Огур Огур Я К Моем Души Еще Догончик Хорошо Я Походу Сейчас Все Догоны Просто Тут Пастбаза Принесу Себя Вот С2 Бласт Он Это Очень Много Реактивы Прапа Зря Ты Так Газуешь На Не Отговорил Зря О Ахут Каршин Загазанет Такши Ну Его На Фиг Догон Не Достает Видели Расстояние Так бы Убил Если Был бы Догон Хотя Бо Третьего Расстояния Не Хватает Забавно Главное Что Преактивы Работали Система Нормали Хорошо Все 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 Догоны Прапал Блин 24 Минута Левел Кстати Очень Хорошо Когда С догонами Играешь Левел Хорошо Растет Все Лисочек Подколотим Сейчас Тагерочек Проволочек И Активненько Тут Походу Никакой Оппозиции Не будет Сапонент В Ашпе Это Плохо Энчентов Стоит Колотить Если Хоть Что-то На них Работало Второй Конечно Круто Порто БФ Хорошо Регенимся Молодец Инвокер Кину Парита 15 Левел Все Рано Нет Не Продамажит Бери Нормально Не 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 Дурак Сейчас Будет Нифига Снайпер Пойдет Так Идет О Щит Это Плохо Сейчас Будет О Юлечка Чистый Демедж Чистый Демедж Юлечке Юлечкам А у меня Чистый Демедж Марита Там Иду 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 Если Не Крит Я Сдагона Забрал Б Хорошо Дайгер Надо Сейчас Мобильности Не Хватает Мобильности Чуть Не Хватает Хорошо Задушина Это Как Тэшку Забрать Да Хватит Я Пошел За Дайгером Так Вот Делаем Некоторые Если Играют С Дагоном Они Покупают Этериал Дагон Оставляют Единичку Мне Не Нравится Такая Страта Тем Что Дагон Медленнее Кд Шится Дистанция Меньше И Вообще Импакта Меньше В драке Я Дагон Могу За Драку Два Раза Минимум Дать То Есть Ну Первый Дагон Сразу Отдал Потом Еще Раз Потом Еще Раз Вот Так Ты Можешь Ушить Вот Игра Как вы Поняли Тупо Дагонистая Будет Next Токторин Попробуем Сделать Попробуем Сделать Токторин Ой Там Драка На Мину Да Пит Контора Или Драка Пит Дай Вот Этому Пацану Дардагона Хорошо Щит А Ну Не Надо Пожалуйста Промахнись Станом Хорош Опа Стоило Влево Чуть Мансаной Промахнулся По кайфу Что курочкой Можно Хотя бы Такие Фишки Делать Потому Что По Другому Ну Никак Тревел Берем Верн Для Мобильности Дополнительный Реактив Зарядим Это Ген Блокстоунов Это Мгновенный Рез Будет Хорошо Управил Не достал Не достал Чуть Огур Там Душит Огур Скорее Огура Задушили Получается Нормально Держим Жёстко Прям Пацаны На самом деле Потеют Сейчас В этой Игре Для них Напряжено Но Остается Мне Акторин Этериал Я билд Закончил Это Будет Очень Хорошо Если Это Все Сделается Влокер На Топе Внизу Денег Успеваю Интересно Успеваю Не убил Бас Дагона Там 700 ХП Если Вы Первым Да Убил Не успел Не успел Я просто Общит Курочка Чикен Макнаггетс Какие не попал Кнопка Я не знаю Чикен Макнаггетс Получились Отлично Убываться Убываться Это жадность Ребят Ну Хотелось Забрать Рили Ну Хотелось Но Плохо Что Блатстоуна Прогулял Очень много Блатстоунов Поперял Убываться Убываться Скор Скоро Минус Продолжается Огур Там Бежит Огур Так Еще Реактив Кипа Поднимем Я иду Хорошо Могучая кучка Душит Рошагал Soul Бустер Или давайте Этериал Этериал Это просто Типа Дефолт Гол Этериал Ну Не знаю Soul Бустер Потом Докупим Хорошо Душим С руки Этери Ризок Локера Совсем Ничего Нету Свидели Разок Это плохо Конечно Опа Курочка Летит А мы Сейчас Подрежем Бензопилой Смотрите Пошло Дело Бегаем Ищем Чикен Макнаггетсы Так Улетели Чикен Макнаггет И че Смешно Сидишь Вон они Улетели Я из-за тебя Только что Куру Отпустил Забайтил На то Чтоб я Смотрел На тебя Я С Возьми Сюда Сюда Нам Наруб Там Поздравительные Открыточки Присылает Спасибо Стараюсь Чтобы интересно Было Смотреть Не абы Какие Игры Вставлять Пытаюсь Пойдет Хорошо Так Есть Вроде Имеется Что там у нас Стоп Кстати Можем на догоне На расстоянии догоня Подержать его Да не, 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 хорош Ай Ты шо Это крыса Получается ты крыса Опа С руки бью Опа Смотри, что умею На бодок хочу Наруби Анасасина Держится в песочке Это очень годно На самом деле Песочек Стайл Это очень Очень Хорошая тема Нифига Мы с нарубом тут Красоту делаем Красоту с нарубом делаем Молодец Тоже Аганим на него Я не знаю Это просто лютая вещь Почему на него Аганим не делают Я не понимаю Погнали Есть у нас Этериал Хорошо Остается Лас Слот Это у нас Конечно же Актарин И жалко Что тут нет Оппозиции Прям такой Ну приятно Чтобы можно было Увидеть В всей красе Эта тема Но на Ризраке Вот так по кайфу А может еще Приоденусь Сейчас под фидом Там еще Несколько сторон есть Портретка не такая Сильная Нет Это БКБ Нет БКБ Что за руна Начинает Драку Да Марита Я натянут Сейчас Мне кажется Конечно В 30 Ультимейт Почему бы и нет Гаватериал Дагон Леон Туда Там даже Помню Дагона Хватит Там даже Помню Что Не надо Будет Больше Нажимать Эх Ты застилил Не Я тут Танчить не хочу Сейчас бы Между деревьями Не попасть Между деревьями Вернее Попасть Это Рофл А Жизнь Что происходит Можно в дерево Попасть Вообще Тарелу Дадим Хорошо Сейчас Агура Задушим Пойдем Наверное Да Надо Нанис Ребята Дэф Хоть Чуть По часу Доделать Билд Конечный Отлично Солдбустер Есть Порадует Отлично Может им там Шапалаху Сейчас дадут Пацаны Такие Хочется На самом деле Отлично Гоу Солдбустер Имеем Отлично Ну Паху Скоридом Ломают Лица Только Поможем Хорошо Вот она Вот она Пойдет Собрали Дань Найс Чуть Остается 34 Бладстоуна Хорошо Сюда Жесть Как же быстро Выфармливаться Если вот Просто Все по КД Клацаешь GG 2600 Имеем Кстати Погнали В магаз Ну там Чикен Макнаггетсы Опять летят Надо задушить Успеваем О Огур 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 погиб Поворот Не туда Фильм У него Включился Завернул Не туда Погиб Огур Так Отлично Получается Доделал Билд Хорошо О Кине Братец Привет Привет Это называется Да Так Конечно Таким Билдом Но Соло Как Соло Киллер Просто Идеальный Билд Бокер Плохой Проказ Дал Немного Не по Таймингу О Кин Макнаггетс Подрезать Надо Подожди 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 Подрезали Чикен Макнаггетсы Макнаггенцы Наггенцы Опа У нас тоже Чикен Макнаггетсы Кто-то Подрезал Это не мне Чикен Макнаггетсы Шли О Еще Чикен Макнаггетсы Да Что С вами Делать Го Резать Пацаны Что за Так, что там у нас? Нанизу Марита хапает, да? Вейнвокеру немного дадим Кнопочек Ах Чуть не хватило дэмэджа до инвока Оп, резанул немножко Но я чисто Тушу как могу Уф, у меня сейчас тут могут лицо сломать Или нет? А хрен, ничего сломают Господи, я тебя умоляю Я же на Ризраке О, о, не-не-не-не-не А мне цепляться некуда Я умер Можно суицид? О, я тут резнулся, найс Круто Можно мне, я не знаю, жесть как меня лутают тут Просто О, живу, живу Дару поможет Дару поможет Я по идее должен тут выживать Еще раз, нет, не выживаю, лол Меня просто два раза наказали Просто Лютые пацаны Не хватило немного мобильности Но нормально Видели, кстати, резнулся Тинни меня подкинул И я тут же сразу же с Блотстауна резнулся Жестко Нормально, пойдет Пацаны, камбудскую Два раза меня убили Интересно, сколько там золота О, мы тинкером будем теперь Все Нормально GG О, кто там у нас Умный такой Дай догона засуну тебя Догонен засуну Уай Задушил Задушил Ну, GG Спасибо за хорошую Игру Нормально Наконец-таки Отписал еще одну катку Друзья Просто играю уже игру Наверное, седьмую Ребята, к сожалению Попадаются То овер-легкие игры То неинтересно Такая игра более интересная Надеюсь, она вам понравится Next Пойдем уже попробуем Через третий спелл Как я уже и говорил И от души Сделаем Керри билд немного Сделаем немного Керри билд Интересный Через радиенс попробуем Через керасы Думаю, будет интересно Будет, наверное, интересно Ой, пугни засуну Все, отходим Все, отходим Пацаны, пусть дефятся Буду дефятся Нет, главное же Убить меня Лол Ну, не понял Я такого прикола В общем, погнали Next Керри билд Ну, как Всеми керри Керри не будет Потому что будет Очень тяжело Ну, посмотрим Коу Вау Так, ну что Друзья Загружается у нас Так, ну что Друзья Загрузился у нас Next В каточка На этот раз У нас будет Как в первой катке Через радиенс Но только Семи керри Билд Керас Там всякие Такие Там что-нибудь Такое прикольное Постараемся сделать Посмотрим Как у нас Получится Все это Берем Опять-таки Дефолтный Такой билд Который помогает Нам, блин На протяжении Всех игр Которые я уже Сыграл Я проиграл Всего две игры И то с кдашкой Там по 30 фрагов Тупо потому что Команда не вывозит Герой очень простенький Ну, я в принципе Как и помню Как он был простенький И в те времена Когда еще Когда еще волки Так сказать На горах С раками выли Так и сейчас Герой абсолютно Такой же простенький На стриме Бывает редко Играем Ну, и на ртбшках Играем На ртбшках Не выпадает К сожалению Но, тем не менее Тем не менее Вот как бы Есть у нас Такая тема Выфармим Сейчас в общем Дефолтный Бладстоун Потом Радик И все И все Если хорошо будет идти Сразу Радик Потом Бладстоун Но вообще Лучше сразу Бладстоун Потому что Когда у вас Есть Бладстоун Вы уже Копите заранее Заряды И потом Радиенсом Еще эти Прикрепляете Дагерочек И пошло И отлично Все будет Бомбардимон Бомбардимон Прикольно Было бы круто Знаете, что сделать Допустим Даггер Радик Тревел Абиссал Кираса И что-нибудь Еще Знаете, чтобы Допустим Прилетели туда Забашили Хочу 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 Так Жаско Забавно Выглядит Очень хочется Попробуйте Собрать В лютое Так Спит Так И посмотреть Что вообще Будет происходить Посмотрим Тут ребята Серьезные Походу Будут Подписчики Несколько Подписчиков Четыре По-моему Человек Подписчики Зашли Я Соло Дайте Соло Пожалуйста Хорошо Если буду Соло Стоять Очень Хорошо Будет Надеюсь Вы этого Не слышите Что на кухне Происходит Потому что Это жесть Маленькие дети Это дело Такое Минор Там У нас Чисто Понапикали Керри Всех Но походу Либо в одну Калитку Будет Либо Будет Весело А Кстати Нам же Нужно Еще и Тупо Фул Третий Фул Третий Ну и Получается Изи Да Получается Изи Ну не знаю Самая Быстрая Рука На Диком Западе Это Я О Еще Оплотняемся Третий Спелл Будем Качаться Сейчас Фул Третий Я Обещал Что Будет Такая Катка Фул Третим И Сейчас Мы Оформим Обещания Свои Я Всегда Сдерживаю Если Обещаю Что То Выполняю Это Правильно Так И Нужно Ребят Пожизните Жесть На Кухне Происходит Так Еще Дополнительный Реген Опа 8 ХП Регена Уже На Третьем Левеле Будет Реген Не 8 А Сколько Уже Будет 12 Сори Я Микрофон Буду Иногда Выключать Потому Что Спам Такой Лютый Идет С Кухни Дверь Я Закрыть Не Могу К сожалению Хорошо Пока Под Ласт Хитчу Немного На Третьем Левеле Еще Раз Берем Реактив И Нужен Топорик Нужен Топорик Потому Что Ласт Хитить Не Получается Абсолют Леп Большая Динамика Крипов Разогнались Крипа У нас Все Есть Отлично Давай А я Его Не Бил Я Даже Не Кликал Райтом Серьезно Ребят Я Даже Не Кликал Райтом Хорошо Хорошо Я Я Я Не Понял В чем Прикол Конечно Мне Пофиг На Мины У Третьих Качиваем Просто 10 Армора Добрый вечер Сейчас Захинем И Закинем Хил Манку Хорошо Гол Топор Отлично И Второй Второй Третий Будет Билд Топор Есть Стакаем Реген Армор Хорошо Все Регенимся Арморимся 13 Хапориген Очень Приемлемо Гол Подстакнем Еще Подзарядили Хорошо Отлично Еще Подзарядим Давайте 8 8 8 Держим Тут Возьмем Сейчас Клоаку Скорее всего Потому что С теником Проблемно Будет Без Клайки Кнопочки Нажал Типа Паршедоту Собрался Знать Так что Сейчас Возьмем Клоаку Хорошо Каутангу Съедим Отлично Так что у нас тут есть Ага ясно Челик там афк Но это поломанный видос Походу Ливнет бан Сразу даю Так реактивы в троечку Реактивы в тройку 15 армора И 18 ХП регена Вы просто представляете Что это за лютая машина Жесть Ну лучше дверь пусть закроет Лучше этот Пусть пожарится Чем вам вот этот спам Слушать Ребят Ну серьезно Лютый спам Идет Жесткий Страшнейший Так ну что Шестой левел Сейчас будет Да Марита пришла Хорошо Ага Он пикнул Ну услышал Что за баню Походу Да Услышал Что за баню Походу Крипочка Зарезали У нас почти есть Способность Дополнительная Смотрите Сколько крипов Да я тут Спушу Сейчас Что нафиг Жесть Жесть А можно переагриться обратно Я же вроде нажал Нет Жесть Сейчас Бред Ну и по идее Не умираю 15 хп Нормально Делимся Живем Таур Забрали Оп вот так вот Делаем Обходе Так Фул Реактивы Есть Все В четверочку Реактивы Это Сейчас Будет Люто Гол Сначала За Артефактами Сходим Афк 7 Афк 7 Хорошо Ставят фоллоу Короче за мной Подписчики Тупо вот так Заходят И хоть Сидел Такую вещь Хорошо Погнали Погнали На низ Сейчас будем Просто вот тут Фармить Ставить Под реактивом Жесть Четверку Просто реактивы 20 армора 20 хп регена 23 получается Молодец Угодно Погнали дальше Я чисто как большой Крип сейчас буду Так стоять Там Между воров Еще вгшкой Можно это Подкрепить Вгшкой Просто Давайте вгшку Соберем Тупо Какой другой Билд получится У нас Вгшкой Подкрепим Курума Газ Хорошо ЦМка Пришла Так Вговори Активы Зарядим А можно Выйти Но лучше После того Как Виталити Бустер Купим Виталити Бустер Купим И пойдем Даже просто Наверное Вг не будем делать Попробуем Вот сейчас Просто Виталити Сделаем Виталити Бустер Принесется Выйдем Выйти Выйти У меня У меня тут Нету Братец У меня Тут Типа Такой Тинни Прошелся Типа Ля-ля-ля-ля Я его Не вижу Молодец Реактивы Зарядим Нормально Будет Оу Так у нас Уже Три игрока Остается Очень Плохо И не Выходить Будешь И не Выходить Будешь А Тинни Выйдет Погулять Просто Второй И Душиловка Хорошо Санстройки Будут Ну Делаем Вид что Отходим И Санстрайк Надо Подкайтить Видно Меня Все Санстрайк Бахнул Отходим Хорошо Так Виталити Есть Energy Есть Point Будет Сейчас Кар Тоже Нас Покинул Плохо Это Все Регенемся Цемка Там Надо Будет Сейчас На базу Пойти Пойти Такая Катка Ой Лего Молодец Задушил Внутри На 5 Катка Да Будет Я Вышел Так Меня Увидел Не Пошел Так Point Booster Да Берем Надеюсь Сейчас Хватит На Кнопки Point Booster Но Soul Ring Хорошо Хорошо Soul Ring Гона Базы Почти есть У нас Почти есть У нас Кнопка Дополнительная Вкладываем Вот эту тему Сейчас Отлично Почти есть у меня Ребят Почти имеется Почти имеется У нас уже Бладстоун Ну с Бладстоуном Потом в Радиенс Но тут нам надо Файтиться Видите Я чисто кусок Камешек Чисто я такой Так-то меня тут Сейчас убивать будут Можно пожалуйста Убить 6 Такой бред У меня герой не дотягивался До сюда Сюда Окей Окей Че фантома Фака встал Где фантом А все Пришел Не знаю Почему Наколоть Стоял Так Лего Без даггера Будет Плохо Очень плохо Очень плохо И че Есть Бладстоун Сейчас будем Что-то делать Ушти раки На тениках Найс Катка Бладстоун Имеем Хорошо Подождем Чуть на тп Первый есть И поскидывать Часкновки На низ На низ Пойдем Блин Дасты бы Тогда Тпшка Дасты Лучше На топе Пойду Плохо Плохо Тогда ЦМ Убиваем Тогда ЦМ Убиваем Тинни Тинни даггер Тинни даггер Мет Скотина На тени Душат Так Есть Так есть У нас Еще Кнопочки Хорошо Инвиз Нам надо Стороны Занимать Как-то Потому что Низ у нас Пушит Мы просто Потом в Пуши Проиграем Лего Лес Фармит Зачем-то Даггер Надо Сейчас После даггера Начнем делать Суету Очень Даггер Нужен Господи Я умер Да? Хорошо Реактивы Спасли Сейчас Очень Много Дэмэша Смягчил Очень Много Дэмэша Смягчил Го Сюда Пэшка Даст Хорошо Рака ХП Это Очень Хорошо Даггер Надо Вообще Можно Было Сделать Пайп Пайп Не знаю Так У нас Два ФК Парня Которые Просто Тупо Фармят Дуэль 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 Дай Дуэль Дай Дуэль Не бойся Его И ничего Не сделает Молодцы Хоть Справились С одним Бедным Инвокером Так же Это Тяжело Погнали Понизу Так Начинается Там Наш Вт Вт Легич Братец Лоу Эчпи Понял Под Соло Пойду Там И Давай Короче Живой Минер Чик Ходит Зарядим Пойдем Минеру Сломаем У него 500 ХП 500 500 ХП Вообще Пофиг На мины Видели Плюс 20 Армора Это По мне Шутки Просто Могу Гулять Под Этими Минами Понял Там Еще И Тинни О Трапы 4 Секунды С ГГ Да Ладно Еще Завардим Команде Видели Сколько Там У меня Плюс 20 Армора И Я Типа Очень Много Дэмеджа Принял Там Ладно За мной 4 героя Шишли Окей Это Понять Можно О Вообще Так Умирать Нельзя Тяжело Будет Надо Выформить Гоу 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 Так Вот Вернули Бладстоуны Жалко Что Не накопили Где Где Уже Это Слышал Да Погнали Тревел Чтоб В драке Всегда Быть Есть Атопи Минер Да Пока У него Нет Шестого Левела Надо Его Поддушивать А потом Он Начнет Ставить А нас И так Блин Трое А Нас Трое Сейчас На топ Теп Буду Делать Снесем Тавер Пойдем Оттоп Хорошо Радик Некстом Радик Некстом Если Меня Кайтить По страшному Будут Тиники Всякие Будет Очень Тяжело 13 Ладиков Пока Подфармливаем Сейчас День Активный Вардик Поставим Чтоб Он Был Полезен Активный Вард Нужен Он Инвокера Можно Убить Пойти Я Все Сплы Уже Раскачал Мне Сейчас Очень Много Часто Урона Опа Цемка Тут А что Там Еще Господи Чё Ити Хорошо Отлично 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 Гуна Низ Почти Радик Есть Сократ Хорошо 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 Это На вставочку Не переживай На вставочку Уже Было И Газуй Восполняем Хорошо 3 800 Имеем Сейчас Сократ Сократ Потом Кираса И С руки Душить Хорошо Газ Ну просто Это Драться Не Это Не кайтить Драки Стараться Максимально В драках Максимальный Импакт Носить Сейчас На базу Апак Вылетел Сейчас На базу Стревел И Потому что Мана Очень долго Будет Регениться Сократ Взяли Хорошо Поехали Центральную О Акд Вон он сам Идет Убивайте Молодцы Умнички Хорошо Так 840 Золота Что-то Минюр Уже Есть У него 6 левер Вижу Тини ЦМ Нанизу Готини За Космодон Хорош Я Весь Дэмэдж Взял С Мин Мне Тупо Плевать На Мина Кажись ЦГ Да Я Живу Могу Убить Еще Хорошо Иншолкер Живой По-моему Да Иншолкер Что думал Сказку Попал Го Реактивы Накапливаем Реактивы Накапливаем Шеродиенс Говорит Вы что думали Вострое Сюда На Строе Вернее Хорошо Так Некс Че возьмем Че нет Чтоб с руки Душить Наверное Стак Стакаем Пока что Че-то Вармор Сейчас возьму Дополнительно Армор Какой-нибудь И Атак Спидов Много Много Атак Спида И раз Еще с Некстом И раз 1300 хп Должно Хватить Ой Вот это я на косячем Нормально Вроде Отходил Упс Нормально Гоу Вот так вот Бочки Еще пофиг на эти бочки Душить с руки Даю все Джи-джи Морально задавили Три на пять Три на четыре Уже играем Три на четыре Играем Ох Бочки Вот они Бочки Хорошо Ты шау Сказку думаешь Попал Я вас тут Сейчас Размотаю Я вас Размотаю Сейчас Просто Размотаю Люто Есть Кираса Иди сюда Резрак С Кирасой И Некст Можно Обисола Сделать Какого-нибудь Все Джи-джи Да Все ФФ Написали Джи Джи У нас Два Ливера Да У нас Четы Трое Было Вообще О Сейчас На топе Зафармим Еще Так Отлично На топ Сейчас Тп Гнали Для Я всю Карту Просто Выфармливаю Люто Прямо Вообще По страшному Мне Аж Страшно Если Такой Резрак В игре Попадется Че Против Него Делать Непонятно Можно Молнию Сделать Тупо По фану Прыгать Молнии Октарин Я так И не Сделал Прикиньте В катках А Не Сделал Октарин Прошлый Кат Вол Так Хорошо Попад Закончился Я Знайден Примерно Может Быть Гоу 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 У меня Нет Реактивов Это Очень Плохо Попал Финник Идет Реактивов вон теник вижу ловый куда пошел обратно пойдет и наверх пошел до жалко на низ пошел они сго вы фармим снаx артефакт молния лоджики обессал сделать не знаю писал покрасивее будет смотреться но вот так спида не будет молодец что пытался сбить сбил так хорошо так что там обе слугу крума газ я лучше молнию наверное молнию смолния будет лучше молнию и ти 7 армора жаль что ни разу шивы не собрал шивы ни разу не собрал плохо не хватает как так есть вполне целый скал чем он шарник ох сейчас руки буду души ведь мама не горюй призрак который бьет с руки во время ульте мои тоже скажите забавно это маловато в этом билде получается обычно 4к хп ля адская резня бензопилой называется началось смотрите адская резня начинается а вот теника приняли да теника приняли пошло когда пытаешься срезать большой пень и начинаешь подрубать две виды средств все бензопилы забавно еще муншард надо погнали это року внешне во вторую сторону опа погнали хорошо помимо стоят очень многими и никто он душит посмотрите хорошо джи гомуншард еще до кучи хорошо гол муншард вот он он шарник есть оба погнали поехала чем быстрее и баризра керри получился а то что пока ты убиваешь тут формально понял хорошо так ну что техасская бизнес без дня понял резня начинается уже 30 фрагов за 30 минут нормально любить 3 как у меня билд на резерке типа убью ты прыгаешь просто врубаешь молнии короче тушишь убив техасская резня резни пилой называется пошел молнии ким не стал делать поехал тени прыгать не убью делается не убью можно я могу сихо по сильно просажен меня мог уж может убить у него и лотар лотар как-то неуязвимость в этой доте я дрова особо так и не нужны не нужны почему я на них я выфармил сколько крипов нужно лес уже и мы бы еще им плодника такой можно радиенс поменять еще на что-нибудь обессал какой нить тупо прыгаешь обессал прыгаешь закидываешь станы атак спит очень лютый дэма же много будет сейчас наверно так и сделала аганима не тут нет возможности я прошла и катки с аганимами с кторинами гиро гугл и раз сделаем пойки 1 без хорошо и рубинанс так отлично зашел в игру сессора прокать поехали на топе сейчас еще подрежем тут сухожилие деревца срубил кстати я деревья рублю и детков лес 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 все хорошо все ради помойку мы выформили с радиенс и все что можно обессал приехал можно было радиенса ставите закинуть его в этот принципе курьера можно ли не делать поехали к нам артретка нормально задушили макс мега что у нас получается дема артретка хочу задушить но уничтожили просто пацанов пошло реже с руки нормально обессал в студию обессал студию с руки вовночь сделал рад суба на забавно забавно выходит такой фан но на самом деле катка очень серьезная была реле на мы трое втроем остались против пятерых у нас два ливера и жестко получилось так что он задушили хочу с руки бить не дают стали под колодец как крипа подраться подраться нифига там мин просто минер чем а чо минер еще делать его к стоит для и на на и можно давай давай вот и крыса души так додушивается да убить руки нет не дали так руки с руки убить ребят в общем получился у нас вот такой вот гайд фановая катка но которая была серьезно на переросла в такой небольшой фан решил еще набрать такие артефакт но и в принципе на резраке гайд закончился победили 3 на 5 друзья надеюсь этот гайд вам понравится не забывайте что на канале еще очень много видосов очень много гайдов обязательно их смотрите и проверяйте какие гайды есть какие были и конечно же те которые гайды будут я иногда оставляю в сообществе ютуба информацию поэтому друзья заходите смотрите на этом все всем до скоро с вами был xanazos и пока